Внедрение трансферного ценообразования должно было бы способствовать развитию бизнеса и уменьшить налоговую нагрузку на него. Как оно работает в Украине? Мы сегодня общаемся с Натальей Ульяновой из компании ICF. Незовольство трансферным ценообразованием, законному трансферному ценообразованию появилось фактически с момента его подписания. Удалось ли что-то поменять предпринимателям и найти общий язык с правительством? С момента внедрения закона о трансферном ценообразовании мы видим только то, что появилось большое количество консультантов по ТЦО. Мы видим, что практически любая юридическая компания вела практику контроля над трансферным ценообразованием и помощь бизнесу в части трактования норм и так далее. Что касается самого бизнеса, то на сегодня он на практике не знает, что с этим делать, потому что есть закон о ТЦО, внесены в него ряд поправок, но пока на сегодня практически нет ни единого грамотного разъяснения, как и кому с ним работать. Объясню почему. Потому что в существующей редакции закон о трансферном ценообразовании он может быть применим практически к любому бизнесу. К крупному, среднему, маленькому. Настолько он у нас несовершенно прописан. Какие его следствия для, к примеру, маленького бизнеса, который не может использовать этот закон, поскольку в принципе у него нет как такового трансферного ценообразования? Я вас прекрасно понимаю, но есть контролируемые операции. Контролируемыми операциями по сегодняшней редакции закона могут быть признаны практически все и любые, включая операции с налогоблагаемыми операциями по налогу на прибыль. Поэтому все очень сильно надеются, что проект закона, который принят в первом чтении от 23.04.2015, который вносит поправки и разъяснения, он все-таки будет принят и бизнес может вздохнуть спокойно. Пока же мы видим последние новости по ТЦО. Это то, что 14 мая наконец-то опубликован список государств и территорий, которые подпадают под контроль по ТЦО. Этот список был расширен, насколько я знаю. Несколько стран попала, в том числе и Швейцария. С чем вы связываете расширение списка? Вы знаете, на самом деле очень интересно, потому что по данному списку, понятно, изначально у нас были критерии стран, которые попадают туда. Это страны, у которых ставка налога на 5 и более процентов отличается от Украины. Страны, в которых не ведется реестр собственников. И страны, которые не подписали с Украины соглашение об обмену информацией. Но мы понимаем, что практически любые офшорные государства, они действительно туда попадают. Поэтому неудивительно, что туда наконец-то включена Панама, которая ранее была не в черном списке кабинета министров и давала массу возможностей для работы, в том числе по экспортно-импортным операциям. Если же говорить по другим территориям, то у многих вызывает вопрос, почему те или иные территории включены в данный список. Например, туда, абсолютно вы правильно сказали, включена Швейцария. Ранее говорилось, что туда будут включены некие кантоны Швейцарии. Например, ЦУГ, в котором действительно ставка налога может быть практически нулевая, либо не намного выше этого. Почему они решили включить всю страну, непонятно. Хотя говорили, мы включим туда ЦУГ, а все остальные будут вне этого списка. Далее туда включены Гонконг и Сингапур, хотя у них ставки налога не подпадают под данный критерий. Но при этом действительно там есть территориальный принцип налогоблажения, но тогда нужно было бы более детально разъяснить критерии попадания в список. И вот с последним 14 мая постановлением туда включена Австрия. При том, что в Австрии ставка налога на прибыль 25%, что намного выше, чем в Украине. И, естественно, у бизнеса возникает вопрос, что нам делать с нашими обычными поставщиками из Австрии и Швейцарии. Очень много, скажем так, предприятий в сфере поставки медицинских товаров работают с австрийскими поставщиками, с швейцарскими поставщиками, с производителями. Ну и, соответственно, что именно сегодня делать, это вопрос риторический. Существующая редакция закона, не создает ли она определенный эффект самоизоляции тогда, получается, Украины, украинского бизнеса от любых внешних партнерских отношений? И последствия могут быть, мне кажется, самые неожиданные. Очень хороший вопрос, потому что либо нам не работать с данными странами, либо нам доказывать, что операции с ними не являются контролируемыми. Доказывать в судебном порядке? Вот хороший вопрос, никто не прописал, как это доказывать. Нужно доказать, что операция не является контролируемой. При этом, естественно, это и денежные затраты, потому что нужно нанимать специалистов, нужно готовить определенные документы, чтобы это подтвердить. Либо это еще одна возможность, и, скажем так, не самая правильная, наверное, с точки зрения правительства, к структурированию, которое подталкивает и ту, и другую сторону. У нас есть швейцарский производитель каких-то лекарств, у нас есть Украина, которая покупает эти, например, препараты и является дистрибьютором на рынке Украины. Мы не можем работать напрямую, и что нам остается делать? Нам остается ставить какое-то звено, которое не подпадает под список трансферного ценообразования. То есть, таким образом, создаются еще дополнительные, не совсем белые компании, которые будут только во вред стране работать, получается? Гипотетически, это еще один стимул для бизнеса, чтобы работать таким образом. Потому что, мне кажется, что изначально надо было провести правильную аналитику, посмотреть, кого включать, кого не включать, а не делать это наоборот. Ну, последнее постановление, что мы делаем? Мы исключили Албанию, включили туда Австрию. Бизнес спрашивает, почему? Ответа на это нет. Ну, вроде как у нас обещали, на вопросы бизнеса по поводу австрийских и швейцарских компаний было получено заявление, обещание о том, что будет пересмотр. Их, возможно, оттуда в последующем исключат, но пока они остаются там. Сейчас мы довольно-таки часто слышим о том, что необходимые типы моделей, например, Польши, Грузии или еще кого-либо, используя данный закон, прописывая его, пользовались ли наши законотворцы чьей-то моделью или это украинское новшество, которое не сработало? Вы знаете, у нас на самом деле происходит следующим образом, но опять-таки это мое субъективное мнение. Мы берем несколько моделей правильных, экономически оправданных и уже проверенных. Мне так кажется, раскладываем их перед собой и обещаем себе клятвенно, что мы изучим каждую из них и выберем самое лучшее. По факту, мне кажется, что не остается на это времени, и мы их собираем воедино, кто что успел посмотреть. Прочитал по диагонали, мы выхватили из каждой из них что-либо и слепили в свою модель. Как применять это на практике, к сожалению, потом оказывается проблематичным. Но по всем последним каким-то законодательным изменениям создается очень большое впечатление, что мы работаем именно по этому принципу. Какие могут быть последствия для бюджета страны от такого неправильного внедрения ТЦО? С одной стороны, вы говорили о том, что ТЦО может сократить определенные поступления в госбюджет. Сейчас же, как это может работать, получается, что мы можем собирать теперь налоги со всех. И вот мало вы довели. Да, хороший вопрос, потому что что мы имеем? Либо мы подаем отчет по контролируемым операциям, либо мы его не подаем. Если мы его не подаем, соответственно, у нас есть возможность штрафных санкций. Вот последний проект закона, он понижает планку штрафа, по-моему, до 1% от объема контролируемых операций. В предыдущей редакции действующей это 5%. Соответственно, мы можем собрать со всех штрафные санкции. Это как минимум. Если, например, мы подаем отчет и будет подозрение на то, что есть возможность доначисления налога, соответственно, я думаю, что это будет внедрено, и этот налог может быть доначислен. Притом, по существующим критериям отбора он может быть доначислен абсолютно ко всем. Ну вот, поэтому ситуация такая. Есть возможность для поступления в бюджет, но, опять-таки, в моем понимании, это не совсем правильно. Последствия для имиджа страны? Ну, скажем так, последствия для имиджа страны, если ничего не поменяется, оно будет, конечно, не совсем хорошим. Потому что мы понимаем, что мы внедрили нормы для ЦИОД, потому что мы хотим идти по европейской модели ведения бизнеса, ведения государственного управления, где действует действительно контроль над трансферным ценообразованием. И мы показываем, что мы готовы к тому, чтобы нас приняли в тот же Евросоюз, что мы прогрессивная страна. Вопрос в том, что мы пока не адаптировали это законодательство ни к существующему в ЕС, ни вообще к нормам работы в Украине. Если мы это сделаем, в целом, те поправки, которые планируются внести и приняты в первом чтении, они несколько его уже подтягивают под существующие, потому что мы увеличиваем размер в денежном эквиваленте по операциям, которые являются контролируемыми, мы понижаем дельту штрафа, мы поясняем, что мы не контролируем операции по НДС, мы не контролируем операции по внутренним резидентам, только по работе с нерезидентами. Но, скажем так, это уже более адаптивная версия. Я очень надеюсь, что она будет принята. Ну и помимо того, что будет принято, и существует еще много пожеланий по поправкам, которые хотелось бы внести. Если это будет сделано, возможно, это будет работать. Что необходимо поменять в украинском законе о транспортном ценообразовании? Для того, чтобы этот документ работал на благо бизнесу, мы сегодня обсуждали с Натальей Ульяновой из компании ICF. Спасибо за ваше внимание. С вами был Александр Кулебаба, специально для Дука Скопи ТВ из Киева. Субтитры создавал DimaTorzok